Добрый день. Современный бизнес все больше и больше нуждается в достоверной и оперативной информации. И сегодня мы поговорим о новом отраслевом журнале, который так и называется «Бизнес-журнал». И у нас в гостях председатель совета директоров ЗАО «Инновационная бизнес-группа» Вадим Морозов и директор бизнес-журнала Марина Бречко. В регионе существует несколько отраслевых бизнес-изданий. Некоторые попытки создать еще одно бизнес-издание появлялись неоднократно. И вот теперь у вас собственный бизнес-проект «Бизнес-журнала». Вам кажется, что недостаточно такой информации для бизнес-среды? Или это попытка сделать свое издание, которым многие бизнес-компании тяготеют? Я думаю, что такого желания нет, потому что оно в принципе неправильно. Если рассматривать любой бизнес-проект, он не может быть только желанием. Должны быть объективные, причем подчеркиваю, предпосылки. В данном случае, безусловно, мы прежде чем стартануть в этом проекте, прежде чем начать, основывались на этих объективных предпосылках. И, как правильно вы заметили, первая предпосылка – это как раз, могу сказать, недостаток действительно той информации, а самое главное – подачи той информации, которая очень важна для предпринимателей. Эта информация, в первую очередь, касается их профессиональной деятельности. Это информация, которая должна быть полезна предпринимателям для ведения их бизнеса, для развития их бизнеса и для развития их самих как менеджеров. Это очень важно. Поэтому вот эти предпосылки основные явились, наверное, стартовыми предпосылками для того, чтобы этот бизнес-проект начать. И сегодня действительно он уже на стадии своего развития. Это не чистое, я так понял, региональное издание, это издание федеральное, и вы тут включаете какие-то региональные вкладки. То есть на сегодняшний день это сколько примерно? Это на сегодняшний день до 48 страниц. Это действительно федеральное издание, причем хотелось бы отметить, что оно достаточно популярно на территории России. Популярность еще и подчеркивает присутствие в 26 регионах Российской Федерации, успешно действующий бизнес. По рейтингу 2011 года оно вошло в пятерку деловых изданий Российской Федерации. И для нас задача, собственно, использовать тот контент, ту информацию федерального уровня, которая сегодня существует. И как нам кажется, собственно, и кажется тем предпринимателям других регионов, является очень полезной, как я сказал, уже практичной, использовать их для развития нашего омского бизнеса здесь у нас на территории. Раз это бизнес-проект, у него должна быть какая-то стадия развития, стадия становления и стадия выхода уже на прибыль. Вот как вы для себя определили примерно по времени, сколько это будет, там, три месяца, полгода? Можно я немножко назад вернусь еще, собственно, вот к началу, потому что любой бизнес-проект, он начинается с изучения рынка. И у нас этот этап, он проходил не в одночасье, он достаточно долгий период занял, вот, причем как предприниматели еще и, собственно, наша компания дозрела до этого решения, потому что вот омский бизнес-журнал, он уже имеет историю. Если говорить о бизнес-журнале как федеральном издании, то история его составляет там с 2003 года, а омский бизнес-журнал начал работу в 2007-2008 году. Вот, ну, период 2008 года, вы помните, он был не очень такой благополучный для старта, но хотя, тем не менее, вот, допустим, в Сургуте, да, как пример, они тоже стартовали в 2008 году, но, вероятно, более такая у них удобренная почва инвестициями, дала возможность, да, этот проект буквально вывести на срок окупаемости вот 6 месяцев, да, вот, я вам привожу к примеру, которые являются наиболее успешными. В то время как вот омский бизнес-журнал здесь несколько тяжелее, эта ситуация вот шла в развитии, но благодаря объективным причинам, и в 2009 году была, собственно, вот первая попытка как-то объединить наши усилия, и были проведены первые переговоры. А спустя два года у нас уже необходимость в создании этого журнала, она выросла в такую, ну, вот, в яркую потребность, мы это связали с другими проектами, которые тоже очень у нас тесно связаны с такой просвещенческой функцией, просветительской, потому что эта работа все-таки вот в области консалтинга, она требует как раз такого постоянного прироста профессиональной компетенции и взращивания вот этого поля предпринимателей, которые могут в дальнейшем уже быть цивилизованными потребителями этих услуг. Вот, поэтому, естественно, этот проект, он рассматривается нами исключительно как бизнес-проект, а вообще принцип всех проектов в холдинге – это самодостаточность. Самодостаточность, поэтому проект, естественно, носит коммерческий характер. Плюс, вот, очень интересная была ситуация по оценке целесообразности запуска. Мы же с вами разговаривали, да, вот как раз накануне старта, вы интересовались, из-за чего вам это нужно, и, собственно, кто является заказчиком, и кто его будет финансировать. То есть, вот, дотационная такая вот роль этого проекта, она совершенно нами не поддерживается, потому что журнал объективно имеет очень успешную практику в других регионах, имеет серьезный потенциал роста на территории Омской области. И, собственно, мы планируем вот в течение года укрепить те позиции, которые вот уже были заложены в фундамент. Сейчас у нас также работа строится с главным редактором, который и раньше вел Омский бизнес-журнал. Вот, мы достигли тех договоренностей, которые позволят сейчас имеющуюся редакционную составляющую дополнить возможностями для развития. Ну, то есть, вы учли предыдущий опыт, какой-то, так сказать, вот, не скажу отрицательный, но, по крайней мере, который не позволил развиться в большой бизнес-проект. Ну, мы еще, извините, Евгений, не перебью, мы еще не такого учли, мы и попробовали, потому что Марина правильно сказала. А вообще, первые переговоры в 2009 году начались, то есть, это присматривались. Это стиль такой, я считаю, в бизнесе он правильный, потому что надо, вот, как пословица, 7 раз сначала вымереть, выдумать, просчитать, и уж потом принимать решение. Соответственно, и были сделаны попытки уже в 2010 году, 2011 году, в том числе, собственно, издание, это вот при ассоциации газеты, то, что мы выпускали. Мы попробовали, насколько действительно востребовано профессиональное изложение по проблематикам, которые касаются бизнеса исключительно. Потому что мне бы хотелось подчеркнуть, что вот отличие, на мой взгляд, как раз в этом проекте «Бизнес-журнал» в том, что он аполитичен. Это вот принципиальная вещь, он работает исключительно на бизнес. Задача бизнеса – развиваться, задача бизнеса – исправно платить налоги, да, если уж с этой точки зрения участвовать в социальных сферах. Поэтому издалека зашли и, собственно, присмотрелись на практике, подтвердили свои предположения. В процессе изучения вы примерно поняли, кто является основным потребителем этого журнала? То есть, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Бизнес разный, как вы сказали, да? И потребность в информации, она разная. Вы знаете весь бизнес, я сейчас объясню даже почему. Потому что, собственно, на уровне бизнеса как такового потребителями же конечными, то есть, интересантами являются менеджеры. Потому что, если брать малый, особенно бизнеса средний, там руководитель, но тот же менеджер-управленец. Потому что он чаще всего собственник и управляет бизнесом, ведет какие-то вещи в среднем. Уже начинается, есть собственник, есть, допустим, исполнительный директор финансовый, ну, то есть, какие-то укрупнения. И понятно, что там в структуре крупного бизнеса уже больше численность. Но, с другой стороны, как раз эти менеджеры на каждом своем уровне имеют на сегодня постоянную потребность, в том числе в саморазвитии. То есть, развиваться, пополнять свои знания, брать передовой опыт. Причем не только это уровни регионального, потому что для того, чтобы развиваться, безусловно, постоянно достаточно так анализировать много информации. Причем, допустим, из нашего опыта, если брать, это всегда информация, начиная от федерального уровня и выше. Потому что наработки идут от крупных компаний и технологий особенно. Поэтому это вот потребители все. То есть, вы рассматриваете это не как оперативную информацию, а как площадку по обмену опытом, скорее всего? Ну, вот обмена оперативной информацией точно нет, потому что это как раз и не основные блоки. Да, я так понимаю, что раз в месяц выходить в журнал, да. Это темы профессиональные, темы, которые, скажем так, в течение месяца, они вообще не то, что не теряют свою актуальность, даже предпосылок к этому быть не может. Эта вещь, она принципиальная. То есть, новость, когда, не знаю, сегодня улетела ракета, она, наверное, завтра уже не новость. А проблемы, связанные с работой с персоналом, да, мотивационные программы. Вы знаете, об этом говорят уже не одно десятилетие. Актуальность, вы знаете, как сегодня кадры решают все, они решают все. Поэтому, согласитесь, если появляется какая-то новая опробованная технология, которая помогает в решении этого вопроса, то, безусловно, получив раз в месяц журнал, человек, менеджер, подчеркну, да, вот, предприниматель, он, безусловно, обращает на это внимание, вникая. А чем еще хорош, на мой взгляд, именно выход вот с такой периодичностью, потому что есть серьезные проекты, которые не решаются за один раз даже при прочтении материала. И вот публикации ежемесячно, они, скажем так, как сопровождение. Ты прошел одну ступень, да, допустим, получил информацию. У тебя есть возможность там через какие-то издания получить следующую информацию, то есть там самообучиться или поднять там необходимый уровень в своей компании. То есть, с одной стороны, проблемы, которые вы там будете поднимать в региональных вкладках, они будут, ну, как бы, продолжение темы, которая идет по федеральным каналам, ну, я имею в виду того же журнала, да? Ну, они пересекаться будут, да. Пересекаться будут, да, просто будут иметь такую региональную тематику. Безусловно, нужен успешный опыт, вы знаете, я, честно говоря, даже предполагал, но пока не знаю, какая будет обратная связь. То есть, я считаю, если уж так вот академично подходить, вообще нужно обсуждать как положительный, так и отрицательный опыт. Потому что отрицательный опыт, иногда он бывает гораздо полезнее, чем положительный, потому что это как красный свет. Вот это точно нельзя делать. Ну, это как учиться на ошибках других. На ошибках других, это вот, опять же, это история наша. Поэтому это, безусловно, обсуждение того успеха или, скажем, неуспеха наших предпринимателей, которые в любом случае делают бизнес адаптированный к нашим условиям. Потому что каждый регион, как бы ни говорили, какие-то свои нюансы имеет. Здесь не то, чтобы актуальности не может потеряться, а, скорее всего, аудитория будет, она постоянно узнавать, наоборот, новые какие-то вещи, которые имеют долгосрочный период внедрения. Почему? Потому что бизнес-журнал, он вообще стал первой компанией в портфеле инфраструктурных проектов российской венчурной компании. Наша компания, тоже вы знаете, она является венчурным партнером РВК. И здесь идет такое вот серьезное пересечение, потому что возможность появилась у бизнес-журнала фактически получать всю информационную вот эту вот прослойку, которая возникает в сфере инноваций. И у них задача, с чем они успешно справляются, она и до сих пор была, как раз такая трансляция новаторских решений. А сейчас это еще дополнительно пополняется инновационными разработками, только у которых уже есть такая сфера практического применения. Поэтому, говоря о трансляции таких технологий, разве можно говорить о низкой актуальности, когда разработка и внедрение технологий, ну вот одна из статей последнего журнала и первого для инновационной бизнес-группы Апрельского, это как раз статья про создание биокожи. Вот поэтому здесь срок занял 10 лет у предпринимателя, который вначале был ученым, да, вот, и там этот процесс весь описан в деталях. Вот этот продукт, он замещает, в принципе, те технологии, которые существовали, заимствованные там с запада, да, и готовые продукты. То есть это возможность как раз освоить наш рынок нашими силами. Ну, то есть кто-то может пойти по этому же пути, или вы предлагаете как способ решения проблем? Почему? Он также может сейчас являться, этот проект еще, он не конечен. Там возникают партнеры, заказчики, то есть есть все возможности использовать эту технологию. То есть региональному бизнесу есть возможность включиться в этот проект, да? Вот эта информация, которая, ну, так сказать, подобная информация, которая будет появляться в бизнес-журнале, она будет не только носить обучающий характер, да, не только, как бы, так сказать, деление опыта, но и возможная подсказка для какого-то вложения или реализации бизнес-проектов. Я правильно понял? Да, конечно. Мне бы хотелось подчеркнуть, что вот как раз бизнес-журналы по названию, по содержанию, он не является площадкой, потому что таких площадок же много, вы знаете, при достаточно много печатных изданий, которые тематические, они действительно о хороших вещах пишут, о нужных, но простому предпринимателю, или простому, который сегодня вот реально существует в жизни, а мы об этом же говорим, о реальной омской жизни, я бы так подчеркнул, они не всегда доступны и понятны. Это тоже факт. Вот плюс, какой на сегодняшний день, даже федеральный контент, который есть, он понятен и доступен. И тем более региональный контент, который мы набираем, то есть ту информацию о проектах, ту информацию о технологиях, мы специально подаем в таком виде, которое доступно. То есть ее читаешь и все, и переработки минимум, то есть вот только наложить на себя. И безусловно, мы стараемся, и скорее всего, я считаю, это вот может быть тем плюсом, который будет мотивировать наших предпринимателей работать с бизнес-журналом и делиться своим успешным опытом, потому что как раз он будет практичным. Когда ты говоришь о своем успехе, то есть это возможность для тебя расширить свой бизнес, свое производство или там сферу услуг, и плюс возможность для других присоединиться, вот о чем сказала Марина, да, то есть идет проект, пожалуйста, можно выходить на региональное сотрудничество, можно выходить на обновленное производство, то есть на разные подходы и так далее, и так далее. В конце концов, есть инноваторы, молодые ребята, которым бы хотелось войти в состав, просто группа, которая закончит уже наработанный материал на протяжении которого 10 лет идет. То есть это такой не специализированный, не узкоспециализированный журнал, это такой аналог популярная механика, то есть вы будете говорить… Для предпринимателей, абсолютно верно, да. Механика бизнеса, причем есть даже такая рубрика в журнале. Можете использовать. Спасибо, она есть. Поэтому единственная целевая аудитория, потому что это, естественно, для предпринимателей. Но предприниматели действительно разные, потому что малый бизнес, у него одни проблемы, у него одни заботы, да, и круг другой. Предприниматели, безусловно, которые там один иногда, вот как мы работаем, ну, причем и с районами предпринимателей, говорят, вы знаете, я и грузчик, я и директор, я и бухгалтер, я и все. Поэтому очень важно, когда мы даем, вот в бизнес-журнале практически готовое решение. То есть он берет по кадрам, он читает, он берет полу-технологию. То есть полу-понятно, что ее необходимо адаптировать, ее необходимо под себя настроить, где-то необходимо разобраться, но это практически готовый продукт. Это вот плюс для малого-среднего бизнеса, вот в чем его актуальность. Потому что для крупного, безусловно, там другие задачи. То есть ареал издания у него будет и город, и область. Обязательно. Вы знаете, да, с учетом доступности, и, кстати, я считаю, вот это одно из тех решений, которые вот постоянно находятся под нашим пристальным вниманием, это доступность информации. То есть об этом не надо забывать. И невзирая там, как позиционируется журнал, и абсолютно нельзя распространять его в одном областном центре, это совершенная практика. Это мы скорректируем, это уже на практике сегодня реализуется, потому что интерес есть, востребованность есть. И коль скоро целевая аудитория, предприниматель находится там, где вот находятся они по районам, безусловно, мы должны обеспечить доставку этого журнала, чтобы они современно могли пользоваться этой информацией. Тут тогда вот в полный рост встает проблема составляющих успеха данного издания. Вот какие, на ваш взгляд, обязательно должны присутствовать составляющие, чтобы журнал вот за тот период, который вы себе определили, стал приносить прибыль? Для любого бизнес-проекта, да, в первую очередь мы говорим о наличии как такового спроса. Вот, мы как таковой спрос для себя определили, что он есть, и он не ограничен, то есть он сейчас находится на пике как раз роста. Вот особенно это касается Омской области, потому что просто аналогичных продуктов их не было до сих пор. И мы девизом таким вот нашего омского регионального бизнес-журнала, да, выбрали бизнес как профессия, потому что в этом журнале будет красной нитью проходить все темы, вот как раз переориентировки всех видов технологий, которые встречаются в управлении, да, вот в такой, ну, на уровень профессионализма возводиться. Вот, поэтому здесь каждый из читателей, из рекламодателей, да, они смогут подчеркнуть для себя вещи, которые позволят им лично развиться. Не читать о ком-то, как он здорово и замечательно вообще составил. Это тоже нужно, да, торговал спичками, и все, и в итоге купил себе огромную виллу, и сейчас… Поэтому здесь каждого из нас интересует возможность собственного развития. Как он торговал спичками, какими спичками? Да, ну как можно, как можно присоединиться, собственно, к этому успешному бизнесу, да, и в какой части ему помочь, да, либо реализовать, либо там нарисовать что-то на коробочке. Вот, а вторая составляющая – это, безусловно, команда. Вот, мы говорим сейчас о профессиональной команде, потому что, кроме того, что она, естественно, должна слаженно работать, потому что это техническая часть, да, вот это редакционная часть, и это коммерческая часть. Вот такие три составных блока, которые гарантируют успешность изданию, если они все четко отлажены. Сейчас у нас увеличивается реал, да, распространения до области. Мы, естественно, будем обеспечивать максимальную такую доставку в те точки, которые пользуются, опять же, спросом у предпринимателей. Ну, и самое главное, что 70% нашего системы распространения – это адресная и именная доставка. Вы предполагаете распространить его бесплатно, то есть по точкам? Да, на этапе как раз становления бизнес-журнала в Омске уже такого закрепления… Формируйте узнаваемость, чтобы люди поняли ценность информации. Узнаваемость и, самое главное, потребность, потому что пока не дойдет рост до потребности, то не сложно. То есть вы почувствуете по обратной связи, когда очередь будет выстраиваться? Да, когда только можно будет запустить платную подписку, значит уже этот процесс… Люди готовы. Да, этот процесс уже находится на стадии. В Москве сегодняшний день, да? Журнал технический. Он в Финляндии печатается, да. Но здесь вот опять же используются технологии оптимизации затрат, потому что 26 регионов, есть определенные правильные требования по франшизе. Качество оформления все равно, эта вся редакционная часть, она еще один раз фильтруется, просматривается в Москве, в главной редакции. И работа, построенная у них с финскими партнерами, она позволяет избежать всех и технических нюансов, да, и качества достичь того, за приемлемые деньги, которые мы здесь, например, будем гораздо большими силами достигать. Еще хотелось бы сказать, когда мы говорим о развитии безрежнонала, почему он может быть не только интересен как бизнес-проект, но опять же это мое мнение, что он будет интересен как инструмент. Вы уже говорите инструмент со стороны ассоциаций развития малого и среднего предпринимательства. Вы знаете, нет, не только. Я бы хотел показать, что иногда по регионам, допустим, тот же бизнес-журнал, ну любой, в данном случае наш бизнес-журнал, он может быть лакомской бумажкой, то есть насколько на сегодняшнем этапе, на сегодняшний день активно предпринимательство, насколько качественный рынок предпринимательства. Вы же сказали, изучили спрос, изучили всех своих потенциальных потребителей этого журнала. Безусловно. Но мне бы хотелось, чтобы... Но вы еще раз хотите проверить, то есть как лакомской бумажкой, правильно ли мы определим. Лакомская бумажка по сравнению с другими. То есть это посыл омским предпринимателям, что нам есть куда идти. Я, безусловно, надеюсь, что те услуги, о которых Марина говорила, в том числе и помощь редакции, она позволит многим предприятиям, причем хотелось подчеркнуть даже малым, спокойно выступать на страницах журнала. Почему? Потому что есть определенные опасения, когда не каждый менеджер, владеющий бизнесом, ведущий бизнес, может грамотно писать статью. Это факт, это другая профессия, потому что для этого есть журналист. И, соответственно, вот эти вещи, опять же, нужны финансы для того, чтобы у тебя там была группа либо пиар, либо маркетологи, либо люди, которые могли бы это все переложить в доступную форму. Для нас важна суть. Если там есть соль, есть успех, есть понимание, все остальное предпринимателя уже не волнует, и он сегодня должен понимать, мы об этом и говорим. Ты передай свой успех теми словами, как ты это понимаешь, как ты это, может быть, чувствуешь на сегодняшний день. И все абсолютно в той же доступной форме будет изложено на странице журнала. И самое главное, вот такие примеры, на мой взгляд, будут ярче восприниматься, потому что они ближе, они понятнее. То есть не потому, что там человек хотел взять 3-4 страницы журнала, заплатив за это какую-то сумму и рассказать, вы знаете, вот у нас так все хорошо, что аж вот все сладкое. Нет, абсолютно не в этом дело. Главное, что вот эта статья, она действительно несет в себе глубокое содержание. Ее можно использовать. Поэтому я думаю, что сложность, вот сегодня мы говорим о нишах, говорим о проработке бизнес-проекта, вот как журнала. А я бы вот еще бы, наверное, затронул маленькой сложности. Так вот, на мой взгляд, как раз сложность для бизнес-журнала будет то, что необходимо очень качественно просеивать материал тот, который мы подбираем. Потому что это то преимущество, та потребность, которая есть. И вот если, вот почему мы, собственно, и в разговоре сегодня смотрим, неоднократно на это делаем акцент, нельзя ошибаться. Здесь действительно нельзя ошибаться и нельзя играться. Здесь не бывает таких полутонов. Здесь достаточно четко профессиональный журнал, да, мнение выверенное. Не важно, какая фамилия, важна суть. Если это успех, это успех Иванова. Если не успех другой фамилии, то, извините, но это правда. Ну, к примеру, если человек готов об этом говорить, мы об этом говорим. Потому что для предпринимателей, повторюсь, важен опыт. Что он сэкономит деньги и время. И почему, допустим, акцент мы делаем постоянно малый и средний бизнес, потому что финансовая устойчивость другая. Мы вот зачастую же анализируем все процессы, и самое главное, анализируем то, что происходит после 2008 года. Так вот, некоторые ремарки, допустим, когда мы говорим о региональной прессе, так вот, компании, которые показали наибольший рост после 2008 года, то есть, вот их менеджеры в большей степени ориентировались в своей работе как раз на советы изучать бизнес-журналы, там, материал бизнес-журналов, бизнес-книги. А неудачные компании ориентировались на телевидение и на региональную прессу. Я не хочу сейчас ничего, это исследование, то есть, мы можем дать ссылки, это как бы факт. Вот я почему всегда говорю, что здесь мы должны воспринимать факт, но он вот такой есть факт, когда проводится. И, соответственно, многие вещи, как раз когда передаются, это тот опыт, который вот показал себя. Потому что до сегодняшнего, уже 2012 год, да, мы говорим, знаете, вот все про кризис вспоминаем, 2008 год, и все, и помним. Да, конечно, это было. Но вот мы хотели бы приводить примеры в том числе и как люди вышли, как предприниматели вышли из этого кризиса. Разные, кто работал, допустим, в сфере услуг, кто работал в сфере производства, что им помогло. Вот такой набор есть инструмент. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. Спасибо. А я напоминаю, что мы говорили о новом бизнес-издании, которое так и называется «Бизнес-журнал». И у нас в гостях был председатель совета директоров ЗАО «Инновационная бизнес-группа» Вадим Морозов и директор издания Парина Бричко. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова